здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица после некоторого перерыва я продолжаю выпуск своих видео и начать я хочу с того чтобы поблагодарить вас всех мои дорогие за то что вы меня просто в буквальном смысле слова искупали в народной любви а дело в том что у меня были некоторые обстоятельства на работе и я не выпускала видео продолжительное время и честно сказать я думала что ну исчезну и забудете там до через неделю-две но оказывается вы проводили расследование вы искали меня и вы всячески старались мне помочь думая что я попала в беду я вам очень благодарна мои дорогие и я так счастлива что у нас такой прекрасный народ такие замечательные душевные люди котика просится сейчас я его выпущу так формат видео уже не получится вот таким каким я его делаю обычно там дела садовый апрель там дела садовые май но не думаю что получится хуже что будет то будет в любом случае информация это будет очень полезно для тех кто переходит на природное земледелие кто им занимается да и просто посмотреть альтернативные методы земледелия приятного вам просмотра и сегодня мои дорогие я расскажу вам о том как выращиваю свой самый первый урожай который собираю уже в мае в природном земледелии конечно же это культуры которые любят короткий световой день которые любят очень прохладные условия это редис это шпинат это рукола и всевозможные салаты это пекинская капуста это укроп это кинза и зеленый лучок а готовлюсь я к этому очень заранее но так заранее что просто с осени когда заканчивается урожай томатов я отстригаю стволы оставляя корни в земле я оставляю на земле мульчу и я как следует проливаю теплицу так хорошо проливаю как это делает дождь перед зимой ведь земля уходит в зиму сырая очень сырая и посмотрев у природы я делаю точно также ведь для того чтобы микроорганизмы перерабатывали как следует эту мульчу и делали мне землю обогащенной биогумусом у них должно быть очень даже достаточно влаги для этого ну и к тому же вы сами видели наверное часто такую плачевную картину когда люди приезжают после зимы а в теплице у них пересушенная перемороженная вся в эрозии да земля она зеленая она просто безжизненная такого никогда в жизни не случится если в теплице все закрыть землю закрыть мульчой на зиму и как следует ее пролить и конечно же очень очень хорошо зимой добавлять снежочек если есть такая возможность не надо очень много никакого фанатизма нормальный слой как в природе сантиметров 70 причем не уплотненного снега а просто вот такого же рыхлого и воздушного сейчас я вам показываю кадры 2024 года когда я добавляю снег в теплицу у меня уже есть помощник такой котя котя никогда не видел землю он родился в августе дуська его нашла новорожденного слепого а выпрыгнул он за дверь только тогда когда уже выпал снег и он никогда жизни не видел что есть земля что есть такие запахи и попав зимой в теплицу он был в полном восторге он просто не мог поверить что существует еще и другой такой мир ну ладно я отвлеклась лирическое отступление а теперь я продолжу я накладываю снег наверное два раза за зиму первый раз это когда таком первый слой снега большой выпадает и второй раз наверное в марте когда есть возможность такая когда начинаются солнечные лучи активно пригревать и первый слой снега уже полностью ушел в теплице в землю вот я накладываю следующий слой и жду когда он подтает когда я увижу что снега там больше нет я иду проверять землю рабочая она или нет это очень-очень важный момент для того чтобы делать посадки нужно убедиться в том что земля была рабочая что это такое она должна быть рассыпчатая прекрасная как инструмента отсыпаться а ни в коем случае не липнуть к совочку не липнуть к цапочкам если заниматься такой тяжелой землей которая еще не проснулась и не отошла ото сна то мы такую землю с вами скомкуем в камни которые станут просто безжизненными камнями пересохнут и очень все плохо будет расти в такой земле и восстановить такую землю очень очень сложно поэтому не торопыжничаем а ждем когда земля проснется и станет рассыпчатой некоторые культуры я сажаю под зиму это лук севок нестандартный вместе с укропом мне очень нравится укроп на момент осенью да на этот момент весь в зонтах стоит его очень много этого семени укропа и конечно же лук севок который вы вырастили например и который вы видите мелкий поврежденный точно не перезимует пересохнет да где-то там если в комнатных условиях то очень хорошо такой лук в сентябре в октябре посеять прямо в теплицу я делаю это в октябре я делаю такую широкую полосу рассыпаю там лучок и стригу ножницами прямо со цвете этого укропа густо-густо прикрываю слоем земли приблизительно один сантиметр и на этом моя посадка лука и укропа окончена также хорошо под зиму посадить кинзу хорошо вырастает шпинат а вот рукола выходит не очень хорошо и редис тоже лучше зажать ранней весной иногда руколу шпинат я выращиваю рассадой и в этот раз я вам покажу именно этот рассадный метод когда я в теплице подращивала их в лоточке а потом я их пересаживала для того чтобы получить очень ранний урожай эти культуры которые я перечислила прекрасно прекрасно растут прохладных условиях и когда световой день короткий как только наступает жара и световой день увеличиваются эти культуры стремятся зацвести они становятся такими вялыми им не нравится жара они любят прохладные условия поэтому я и стараюсь вырастить их пораньше земля становится рабочей всегда по-разному иногда бывает феврале иногда это начало марта иногда середина и конец мать земля сама подсказывает мы видим это когда начинаем рыхлить ее то есть она рассыпчатая значит она готова если она тяжелая сырая комкуется значит еще рано и не приступаемся у меня становится она примерно стабильно так рабочей примерно в середине марта и я приступаю к посадке если я выращиваю рассадой что-то подращиваю для этой теплицы рассадой то я делаю это так например рукколу я посадила в конце февраля я подготовила такой лоток литровый насыпала туда земли 3 сантиметра пролила раствором фитоспорина равномерно рассыпала семена и прикрыла их слоем земли приблизительно 0,05 сантиметров сходы рукколы появляются молниеносно можно сказать на второй день 25 февраля я посадила а 26 или 27 уже прекрасные всходы обязательно смотрю чтобы всходы не были закрыты и так когда они когда они всходят их на взять нужно открыть и обязательно понизить им температуру то есть я достаю их из теплого места и ставлю их в более прохладное и более светлое место для того чтобы они росли и развивались хорошо не вытягивались не стрессовали от того что у них крышка наверху февраль месяц очень темный все равно слегка под вытянется конечно руккола даже в прохладном месте вот я сейчас вам показываю да было точки видно что ножки такие стоят длинненькие но это совсем не страшно я рукколу не буду раздирать поштучно сажать я буду высаживать ее потом перевалкой вот такой же кочкой в какой она и растет по такому же принципу я посеяла и шпинат и пекинскую капусту и буду их также подращивать в лоточки их можно посеять в отдельные горшочки в маленькие до чтобы потом перевалкой высаживать а можно прямо из лотка из общего подцеплять их ложечкой или лопаточкой какой-то маленькой и высаживать их отдельно на свои посадочные места потому что их кучей комом нельзя посадить также как рукколу это ребятки очень мощные и им требуется большая площадь питания им нужно чтобы у них было много света и воздуха вокруг растения тогда они будут развиваться мощные красивые и конечно же дадут вам хороший урожай ну давайте переходить в практике на практике я вам сейчас все это покажу я приготовила инструменты которыми я буду работать это цапочка и это бороздовичок который нагоняет борозды никаких здесь перекопок конечно же нет потому что перекопка в природном земледелии это вредительство и это просто перевернутый пласт земли который становится мертвой землей потому что все микроорганизмы погибают их переворачивают вверх дном и они все погибают и так значит вот смотрите как у меня росли томаты видите вот эти стволики ростомат вот здесь ростомат следующий томат будет посажен между ними вот в этом месте значит здесь не будет нет ни копаться ничего не перекапываться я просто раздвину мульчу сторону добавлю золы добавлю перо и здесь подрыхлю и посажу сюда томат но это будет не скоро это будет скорее всего середина или конец мая а сейчас здесь я посажу редис редис я посажу вот такой вот полосой по краешку вдоль всей вот этой вот грядочки здесь будет посажен редис для этого я сдвину мульчу вот так в сторону для того чтобы подрыхлить землю я просто сдвигаю ее вот сюда в сторону от края так это выглядит теперь я беру золы и небольшое количество просыпаю золы зола в природном земледелии это фосфорно-калийное удобрение и микроэлементная добавка совсем немного ее нужно небольшое количество и теперь я подрыхляю какая глубина у меня подрыхление наверное 5 сантиметров ну если 7 сантиметров не страшно потому что микроорганизмы аэробные которым нужен кислород они находятся на поверхности земли 10 сантиметров и собственно они здесь же и остаются теперь смотрите можно взять бороздовичок воткнуться до насколько нужно нужен сантиметр но делаем сантиметр нужен 2 ватку нулись на 2 сантиметра и идем вперед а им за нами вот такая вот идет борозда можно таким вот образом сделать борозду а можно сделать ее и намного проще потому что если земелька вот такая же уже рассыпчатая рыхлая как у меня да там то можно в принципе сделать вот как взять любую досочку у которой есть вот такой вот край и вот этим краем просто значит поставить его и нажать его нажатием сделали вот такую вот борозду это очень хорошо потому что вы по сути уплотнили это место и семечко никуда не девается не прокатится мне этот метод очень нравится у меня будут расти разные сорта и мне интересно посмотреть как они выглядят поэтому я пишу этикеточки пишу карандашом потому что карандаш не выгорает на солнце я посеяла их приблизительно через два три сантиметра почему так часто потому что я буду прореживать их на еду а прореженные будут расти до полного созревания а когда полностью созреют я уберу их все теперь я засыпаю семена много не нужно земли насыпать достаточно чтобы они были прикрыты один-два сантиметра больше не нужно я поливать не буду у меня достаточно влаги в земле но если вы об этом не позаботились так же как я да с осенью не пролили хорошо теплицу и зимой не накладывали снег то вам прежде чем сделать эту посадку за день за два нужно как следует пролить всю теплицу для того чтобы земля не пересохла очень быстро я слегка мульчирую очень не мульчирую как обычно слоем 5 сантиметров а просто слегка накидываю эту мульчу на нее старенькую да очень слегка вот прямо никакого даже сантиметрового слоя нет просто чуть-чуть чтобы не сильно испарялась влага ну а поливать я ее буду конечно же пока подогретой водой здесь будет всегда стоять вода в теплице и она будет подогреваться температуры будет тепличной наверняка у вас еще возникает такой вопрос а что с этими делать вот с этими столбами они здесь останутся как ориентиры мне они вообще никак не помешают а их корни предыдущих растений делают дополнительные ходы воздушные и водные это очень хорошо для земли давайте теперь посмотрим каким образом я вот эту рукколу буду пересаживать вот у меня здесь рос томат и здесь в этом месте точно ничего не будет посажено томат будет посажен где-то тут или где-то тут и к этому времени уже рукколу я конечно же уберу я снимаю мульчу просто раздвигаю ее в разные в какие-то стороны так я беру немного золы рыхлю теперь я раздвигаю мульчу примерно на вот именно размер вот вот этого контейнера смотрите видите я даже могу вот так примерить его вот так вот раздвигаю вот то что здесь корни вот эти они мне никак не помешают эти корни уже можно сказать распадаются теперь предварительно палитую рукколу я беру как куличик и переворачиваю видите корневая система какая хорошая и она позволяет все это держать теперь я ее просто сюда подкладываю а вот эту землю подсыпаю а мульчу по кругу возвращаю на место и у меня получается что растет в теплице уже чудесная куртинка с рукколой она скоро будет мощная я сейчас ее полью чтобы она как бы поженилась со всей землей сейчас есть опасность того что мыши просто унюхают вот это все потому что для них это как для нас первый огурчик с грядки до на траку собаку как говорится и здесь нужно сделать некую профилактику о которой я вам скажу чуть позже со шпинатом может можно вообще обходиться по-разному во первых вы можете его посадить в теплице под осеннюю еду и он у вас сохраняется здесь зимует то есть он может зимой выйти такой тоже вариант прекрасный вы можете его посеять под зиму и он тоже прекрасно всходит в том году я значит на мою голову свалился котенок да вот этот новорожденный я вообще ничего не успела не обработать не посадить поэтому я посадила его вот так вот ранней весной вот этого мне хватит потому что шпинат рембар он разрастается я вам показывала вот в такие лопухи и сейчас покажу если найду этот фрагмент все то же самое я знаете как я взяла золы подрыхлила место где вот томаты росли здесь в этом месте я точно ничего не посажу в этом году томаты не будут расти я подрыхлила вы даже видите мульча которая наполовину распадается я ее даже уже и не убираю я убираю только вот сухое такое да теперь я беру ложечку и начинаю шпинатик извлекать извлекать поливала я его вчера вечером надеюсь влаги хватает надеюсь что влаги хватит и так я его разбираю можно по две прямо сажать можно по одной можно по три я беру посадочное место скидываю его глубоковато так вот сюда и представляю все готово посадочное место скинула присадила никаких усилий я не делаю все слегка очень они сами все возьмутся схватятся за землю как им нужно посадочное местечко сделала пошла дальше давай мой золотой прыгай все мои дорогие шпинат посажен первый вариант который помогает хорошо от мышей и прочих кто готов полакомиться молодой зеленью это острый молотый перец вообще не имеет значения какой он он может быть красный он может быть черный я закупаю его когда вижу вот акции какие-то да там в супермаркетах я начинаю его закупать потому что в принципе он очень хорошо помогает все посыпала перцем это прекрасная защита от мышей и от совки там кто подгрызает их от муравьи тоже любят полакомиться номер один защита точно таким же образом я высаживаю пекинскую капусту видите стволы где я не посажу ничего точно вот здесь у меня укроп посеян вот в этом месте ну а за укропом будет расти вот такая замечательная пикиночка я убираю вот такое вот посадочное место мульчу с посадочного места я добавляю золы наши фосфорно-калийное удобрение я рыхлю вы видите что земля рабочая что она рыхлая рассыпается и радостно поддается под инструмент корешочки ничего не выдергиваю обратите внимание да они мне не мешают вообще делаю посадочное место если я сажала в стаканчике то переворачиваю стаканчик а если я сажала их просто штучно как вот в этом случае да то я беру ложечку подцепляю беру всю корневую систему ставлю ее сюда и скидываю присаживаю мульчу можно слегка вернуть на место только слегка очень потом я ее под мульчирую для того чтобы земля не пересыхала немного поливаю чтобы воздуха не было между корней и землей острый перец по кругу чтобы никто не хотел подбираться к ней еще один штрих вот такой это тоже от мышей я беру вот такие вот шкурки неважно что это там кроличья шкурка самое главное чтобы это было натуральная какая там шкурочка маленькая у меня вот от кроличьей такой значит жилеточки вот есть такие остатки я их режу на маленькие кусочки и значит беру поджигаю чтобы они подпалились а чтобы пахло и паленой кожей и паленой шерстью и этот запах запах для для мышей тревоги страшный они считают что здесь произошел пожар и погибли животные это очень опасный запах прямо очень сильно пахнет паленой кожей паленой шерстью и они стараются это место обходить стороной не знаю как сейчас по крайней мере всегда это работало такие вот паленые шкурки я оставляю штучки две-три в теплице и этого хватает чтобы они не подходили совсем легонького укрытия хватает для того чтобы очень яркие мартовские лучи не спалили молодую зелень потому что она еще не вцепилась за землю вот так достаточно вполне это укрывает и от холода тоже в природном земледелии не приходится сильно волноваться по поводу того что ой я не полила не хватает влаги земля-мать сама все делает в природном земледелии там очень долго сохраняется влага потому что биогумус который микроорганизмы делают из этой мульчи биогумус он как губка он способен держать гигантские количество воды просто держит ее и кстати я сказала что посею горчицу между всеми культурами каким образом я это сделаю вот смотрите здесь у меня посуду посажена кинза вот такой вот квадрат посажен он у меня под зимой она еще не взошла здесь у меня посажена пекинская капуста здесь у меня пустое пространство что я сделаю я сейчас посыплю горчицу вот в эти пустые пространства прямо по мульче и цапочками горчицу заделаю вот сюда в мульчу все больше ничего не сделаю не поливать ничего не буду все остальное сделает природное земледелие мать-земля первые числа апреля ну а мой пучок рукколы уже готов видите уже листики готовы и совершенно к употреблению видно что всходит горчица под зиму посеянный укроп пекинская капуста ей лучше всех при такой температуре она жирненькая развивается хорошо шпинат растет кинза посеянная под зиму сходит мыши ничего не тронули это означает что так айсберг сердцевинка видите какая начинает накручиваться зашел редис все хорошо на начало апреля просто прекрасно давайте заглянем теплицу на 9 мая день победы всех с праздником такая красота руккола жирная ореховая острая вкусная вот такие распустились у нас тюльпаны горшках распускаются красивые бордовые лучок зеленый редис очка и прекрасная черри это это все горчица белая кинза посеяна под зиму пекиночка шпинат я снимаю только вот такие жирные листья а саму розеточку я не трогаю она постоянно разворачивает укропчик такая красота 3 дисочку необходимо разреживать то есть продергивать через одну для того чтобы для того чтобы видите у нее было пространство для дальнейшей расти на еду достаем а эти продолжают расти вот так это у нас сорт черри красавица безупречная сочная вкусная белоснежная рекомендую красавица безупречная рекомендую заглянем через два дня и посмотрим на результаты разреживания нашего редиса вот такой он крупный он увеличился в разы и теперь редис желательно убрать потому что дальше он просто начнет трескаться портится и грубеть и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В теплице тюльпаны, которые то в бутонах, то уже распускаются И наверняка у вас возникает вопрос, откуда взялись они, что они там делают Это, конечно же, тоже является ранним урожаем Ведь нам нужна пища не только физическая, но еще и духовная Нам нужна красота, по крайней мере, мне она точно нужна Я в ней нуждаюсь, поэтому хочется насмотреться тюльпанов не только на клумбе К тому же к клумбе подходишь, ну, разу два-три подойдешь А чтобы тюльпаны постоянно мелькали перед глазами, чтобы их запах был очень близко Я вот люблю выращивать их в горшочках Это я делаю с осени Осенью в октябре, в начале октября я присаживаю их в большие горшки Вот такими куртинами, чтобы по 10 И горшки эти прикапываю прямо в огороде, в грядках А весной, когда они взойдут И перед возвратными заморозками я забираю эти горшки Ставлю их в теплице Для того, чтобы тюльпаны не подмерзли У нас бывают очень сильные возвратные заморозки И для того, чтобы они распустились пораньше И вот эти тюльпаны я могу забрать куда угодно Например, на балкон, на веранду Хоть домой, куда угодно Это такое наслаждение видеть их Это такой аромат стоит от них чудесный Что совершенно никто не остается равнодушным Это очень радуется душа, радуется глаз И настроение поднимается от такой красоты Конечно, их век недолг, как говорится И они приблизительно 2-3 недели цветут А потом начинается у них увядание И я уже эти горшочки убираю Они у меня засыхают прямо в этих горшках Потом я их уже высаживаю прямо в грунт Больше их дважды нельзя в горшках выращивать Потом только в грунте можно продолжить их культивировать Ну а места свободные я заполоняю уже другими растениями Это могут быть и петунии, и бакопы И какие угодно цветы на свете Каков же уход в природном земледелии за растениями Будет у нас с вами Очень важные вещи Земля должна быть влажной Но это не означает, что без конца и без края нужно поливать Вы просто сделаете ее сырой А она такой быть не должна Она должна быть влажной в меру И рассыпчатой всегда Как это можно проверить поначалу Если вы не понимаете, как это понять Вы просто берете в сторону Снимаете мульчу немножечко Вы так немножечко загребаетесь туда Делаете подкопчик такой 2 сантиметра Чтобы понять, какая у корней Потому что сверху может быть она действительно Не такая уж и влажная А у корней-то какая она Нам нужно это знать Мы сантиметра 2 отодвигаем земли Берем комок и сжимаем его в руке Если в руке образовалась такая колбаска Которая легко рассыпается Значит земля нормальная и влажная Если она не образуется Значит в земле мало влаги Если она образовалась и не рассыпается Как будто на камушке какие-то рассыпается Как пристает, прилипушничает То значит в земле слишком много влаги И это уже опасно Чем это опасно? Потому что вода излишняя у корней Делает так, что у них нет кислорода Они в буквальном смысле слова задыхаются Без кислорода И они начинают сигнализировать Что мы умираем, мы умираем Вы этого не слышите сигнала А экосистема это слышит прекрасно И растения больные, которые подают Такие сигналы, привлекают к себе Вредителей, которые начинают их уничтожение Поэтому очень часто там, где сыра заполочена Там нападают слизни Но слизни это не равно мульча Очень часто слизни поедают в традиционном земледелии Без всякой мульчи и капусту, и перца, и все что угодно Это не потому, что там есть мульча А просто потому, что там есть излишняя влага Но иногда в природе действительно бывают Вот такие перекосы с вредителем То нападение ос, то слишком много муравьев То перекос со слизнями, то еще что Поэтому по одному году никогда не судите Возможно в этом году этот был вот именно перекос Бывает иногда, знаете, бабочка, боярышница У нас прямо там, знаете, облаками вот такими вот огромными летали Вот ты думаешь, что происходит А на следующий год их как будто бы и не бывало С поливами, надеюсь, все понятно Теперь второй момент Очень губительно для этих растений жара в теплице Если устроить им баньку-парилку с закрытыми дверями То, скорее всего, эти растения пожелтеют, пожухнут Листья будут вялые, растения будут развиваться очень плохо А то и вообще загниют Например, такие салаты, как айсберг От такой жары просто уйдет в гнилость Он станет такой мягкий, рыхлый и не будет развиваться Поэтому, если вы чувствуете, что наступает жара Ну вот вы в начале марта, например, сажаете Ну ясно, что ночью еще есть такие нулевые температуры Там неплохо закрывать теплицу Но если вы уже к апрелю месяца не откроете на стеж обе двери То, конечно же, такие культуры, как рукола и пекинская капуста И все салаты, они просто пожелтеют Они просто пойдут в цветушность куда угодно В гнилость, но они развиваться не будут при такой жаре Это очень важный момент Следующий момент Не перекармливаем ничем растения Если вы занимаетесь природным земледелием То мульчи и золы вполне достаточно растениям для питания Почему? Сейчас объясню Мульча не просто так валяется наверху в виде одеяла Это еда для микроорганизмов Земля живая Она просто кишня кишит микроорганизмами Которые делают это плодородие земли В природе это плодородие делается 1 см в 100 лет Потому что там и выдувает, и вымерзает И водами весенними уносит этот слой земли А мы с вами можем сделать не 1 см, а даже 2 и 3 всего лишь за 1 год Вот какие мы с вами кудесники И как мы можем с вами землю сделать плодородными Но если быть честными, то конечно же не мы, а микроорганизмы Которых мы приглашаем с помощью этой мульчи Мульча, положенная на поверхности Приглашает микроорганизмов Если вы не трогаете, не перекапываете Иерархию там, да, вот эту верхние и нижние слои То у вас там полный порядок Земля, она пористая как губка Там все они таскают, утаскивают Насыщают биогумусом И углекислотой Которые, собственно говоря, в огромном количестве И питаются растения Вот, мои дорогие Поэтому ничего дополнительного не нужно Если вы захотите еще подкормить мочевинкой Это будет избыток азота, скорее всего Или же, например, какими-то другими там удобрениями То, возможно, микроорганизмам это не понравится Вы подавите их рост вот этими минеральными удобрениями В природном земледелии я их просто не применяю никогда Мульча и зола Все Минеральные удобрения я применяю Только когда сажаю цветы в кашпо Вот там их мать-земля уж точно ничем не накормит Поэтому я использую удобрения минеральные пролонгированного действия Которые действуют как сухой корм для котика Они захотели, поели и никогда не будут голодать А на растениях на земле никогда никаких удобрений Я делаю это для того, чтобы прикрыть от солнца сердцевину Если солнце падает туда в сердцевину, это провоцирует цветение А так она формируется просто прекрасно Иногда вы, когда покупаете в магазине пекинскую капусту Обратите внимание, у нее есть след от резины Сейчас я покажу вам фрагменты разных годов Разные какие-то культуры Я вам хочу показать, что сорт не имеет значения Сорта вы выбираете сами по своему вкусу, по своей душе Я люблю экспериментировать, люблю пробовать И я всегда сажаю разные сорта И редиса, и руколы, и пекинской капусты, и шпината Но за это время, за этот огромный уже опыт Я могу вам сказать и порекомендовать сорта, которые вас очень порадуют Например, шпинат, рембар, прекрасный Редис, черри, это является моим фаворитом Капуста пекинская, монокко Моя фаворитка, я считаю ее, наверное, самой лучшей Ну, а рукола мне нравится разная И тонколистная, и широколистная Ее чудесный вкус, острый, ореховый Просто не оставляет равнодушным Но не все ее любят, поэтому все нужно попробовать на свой вкус Укроп мне очень понравился аллигатор Он вырастает шикарный, мощный, достойный А кинза мне очень понравилась лимонная Она слатимая и действительно имеет лимонный оттенок Еще я хочу вам напомнить, что существуют такие дикоросы Это травы дикие, например, в семи ненавистная И мною обожаемая сныть Когда сходит снег, она самая первая выходит И молодые ее листочки настолько нежные Настолько вкусные, сочные, освежающие У них вкус такой между морковкой и грейпфрутом Очень вкусная трава, очень вкусная зелень Я ее ем молодую, я ее сушу молоденькую Много ее сушу А потом я ее промалываю сушеную И добавляю ее и в салаты, и в рагу, и в супы Я добавляю ее в выпечку, хлеба замешиваю Получается очень прекрасный и вкусный хлеб В общем, рекомендую вам присмотреться к таким травам, как дикоросы Они спасли очень много жизней когда-то Я думаю, что будет очень важно напомнить вам о том Что такие скороспелые культуры, которые мы сейчас с вами выращиваем Ни в коем случае нельзя передерживать в земле Потому что все уйдет в цветушность Потому что все уйдет в обратную сторону Начнет уже сгнивать и исчезать Вот, редис станет ватным, перерастет Станет тот, кто задубеет В общем, важно снять урожай вовремя Такой урожай хранится очень долго Например, редис, промытый, просушенный, убранный в полиэтиленовые пакеты Хранится в холодильнике до следующего урожая Который я получу уже в августе, посадив в июле редис А также прекрасно хранится и пекинская капуста, и шпинат Очень долго хранится рукола, помытая, завернутая в полотенце И убранная в полиэтиленовый пакет Конечно, эти культуры свои, свежайшие Хранятся очень-очень долго в холодильнике А вот если их оставить там, в земле То они все быстро исчезнут Или станут непригодными для еды Некачественными Дубовыми, невкусными Горчить начнут И теперь следующая моя посадка всех же этих же культур Будет приблизительно в середине июля Может быть в конце июля После сбора чеснока, после сбора лука Вот именно там я и посажу эти растения Вот сажая, если весной мы с вами сажаем То я убираю мульчу, чтобы земля прогрелась Да, с тех мест, где я буду сажать в огороде То летом уже этого делать не нужно Я освобождаю уже только рядочек Рыхлю его, добавляя туда золы И сею туда и шпинат, и рукколу Всходит она быстро, дружно Единственное, что мне приходится Это закрывать их дугами и тонким укрывным от дроздов Потому что дрозды у нас просто как курицы Понимаете, вот эти бесхозные, которые прилетают И переворачивают все вверх дном Это, конечно, беда полная Если среди вас есть орнитологи Которые знают, как можно отпугнуть эту птицу Вот прямо стопроцентно Потому что они ничего не боятся Ни чучела, они уже даже настоящих орлов не боятся Ни выстрелов, ни пугачей, ничего не боятся Вот, поэтому они копошатся в земле Как курицы, все переворачивают И молодые растения вырывают Приходится все закрывать, к великому сожалению, конечно Ну да, бог с ними, с этими птицами Самое важное, я вам что хотела сказать Это то, что культуры эти, посаженные в июле Вырастут у вас прекрасно У вас будет отличный урожай Июль это уже росы холодные Это дни, короче Это все-таки попрохладнее становится немножко Ну к вечеру А если вы их будете сажать сразу же В май, конец мая и июнь То, конечно же, огромная часть у вас растений Будет стремиться улетать в стрелу Они будут нежирными Они будут такими тощими, худыми Будут такими суховатыми Вот лучше, конечно же Это вот опыт показывает Что посадка в июле В середине, в конце июля Самая лучшая посадка повторная Вот и они с вами будут Эти витамины хрустящие И прекрасного внешнего вида И август, и сентябрь, и октябрь И вплоть до заморозков Пока снег не разлучит вас Ну на этом, наверное, я заканчиваю Если видео было для вас полезно То поставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И смотрите мои следующие видео Про сад, про огород, про зимнюю теплицу Про рассаду, про природное земледелие Да и про жизнь за городом вообще Берегите себя, всем любви и счастья Пока-пока